Итак, я нахожусь на границе Тывы и Хакасии, в районе Сотого перевала. Сегодня я переночевал здесь, на базе заказника Пазарым и сейчас я стартую с Сотого перевала в сторону озера Пазарым, затем мы в сторону Устья из Ирлы и в общем это будет маршрут через заповедник, пешеводный маршрут. Все только началось, я выхожу в 10 часов, нормально переночевал, здесь же я оставил машину, этот поход проходит при поддержке государственного Хакасского заповедника. Рюкзак за спиной 36 килограмм, уже 37 с половиной, это вместе с камерой, со всем остальным. Я выдвигаюсь, будут перевалы просто нереальные, будут самые хорюзные реки, будет просто, должно быть классно, я долго готовил этот маршрут. Для меня смартфон в походе, первоочередная вещь. Во-первых, это средство связи, благодаря которому я общаюсь через трекер, во-вторых, это пульт управления квадрокоптером и в-третьих, хорошо, что компания Биг-Ю выпустила влагозащищенный противоударный смартфон. Основные характеристики это 5 дюймов EPS-экран, GPS, мощная батарея 3900 мАч, LTE, 2 гигабайта оперативная память, 2 сим-карты и экраны защищенного стекла Corning Gorilla Glass. Лично для меня огромным плюсом является наличие NFC, что позволяет оплачивать покупки, не используя банковскую карту. Основное преимущество это водонепроницаемость, противоударность с защитой IP65. Быстрая работа крепко держится в руке, смартфон идеально подходит для экспедиций и походов, для людей, занимающихся активными видами спорта, в том числе, как у меня. Жесткие походы, выживание, превозмогание и все такое. Основная задача использования для меня это работа навигатора и программ, использующих топа карты. Использование продвинутого, влагозащищенного и противоударного смартфона в тайге очень облегчает жизнь. Смартфон BQ 5541L Shark Rush. Это выбор туриста, походника и профессионала. У смартфона Shark Rush есть сенсор отпечатка пальца. Но, к сожалению, на второй-третий день похода мои пальцы превращаются в такое, что сенсоры просто перестают распознавать. Да? Алло, алло. Да-да, проверка связи. Качество связи отличное. С продукцией компании BQ вы можете ознакомиться по ссылке в описании ролика. И для моих подписчиков оставлю там промокод на скидку 10%. 3,5 километра я пройду от базы заказника Пазарым до начала тропы через перевал в сторону реки Оно. Вот по такой дороге 3,5 километра надо сейчас пройти. Машина здесь очень редко ходит. Я даже не питаю иллюзию, что можно будет заброситься попутно. Нет. До любого из этих населенных пунктов ближе, чем до конца моей пешки и начала сплава. Около 120 километров пешего горного пути. А мой распадок, куда я сворачиваю, он вот он. Шел примерно 40 минут. Итак, отсюда видна вся долина того ручья, по которому я буду подниматься. 2 километра до седловины перевалу это он. Около таблички Пазарым начинаю поиск тропы. Она здесь должна быть очень отчетлива. Конная грязевая тропа и все, и по ней вваливаю на перевал. Я знал, что особенно первое время тропа будет сырая. Поэтому я пошел в ПВХ сапогах. На правой ноге у меня намотана портянка из флиса, из максимально толстого флиса, что я нашел. А на левой обычные носки, флисовые носки и шерстяной вкладыш. Переход реки Большой Он в брод трудности не представляет, но во всяком случае в сапогах. Кажется, в кроссовках его можно было бы тоже забродить без проблем по камням вон там. Это мой первый брод в этом походе. И, наверное, самый простой, самый халявный и несложный. Дальше будет жопа. Заодно сейчас проверяю скользкость сапог по камням. Ну, пока в меру скользко, в меру. Ладно, не набрать бы все равно, хоть оно и просто и несложно. Но можно уже промочиться. Здесь везде кедрач по склонам. Сплошной кедрач. Это здорово. Утром было небо чисто, а сейчас уже хоть какие-то тучи, но заходили. Это ни хрена вообще не радует. С хорошо набитой конной тропы видны дорожники на подъеме на перевал. Полагаю, что машину лучше оставлять у них и спускаться вниз до начала тропы. Это легче, проще и вообще правильнее, чем я оставил на Позарыме, на заказнике Позарым. Идем на перевал идет вдоль кедров, вдоль низкорослой этой березки и вот такая качественная набитая тропа. Это около 40 километров я буду идти по такому распространенному туристическому маршруту. А потом я уйду уже туда, куда, наверное, никто не ходит или ходят единицы. А сейчас, возможно, вообще никто не ходит. Туризму ведь в России такого серьезного нет. В этом году есть шишка. Ее немного, она на макушках только висит. Не знаю, это висит ли до осени, потому что кедровки. Я уже видел, наверное, раза 4 кедровки и у них в клювах шишки. То есть они нормально их растаскивают. Но шишки именно на макушках. Вот. То есть не по всему кедру. Не знаю, может быть всегда так, честно сказать. Вот. Только наверху они есть. Тропа на перевал идет Косогором. А там за перевалом начнутся притоки ручья Курукуль, который впадает, возможно, в Ону. Вот Косогор. Вот так идет тропа. Вот так, вот так. И перевал там будет справа. Два часа иду от базы. Рюкзак тянет сильно. 37,5. Нужно 37 килограммов. Вода почти выпита. Уже совсем редколесье закончилось и нету ни леса. Одна только эта карликовая березочка. Прикольно. Ну ладно. Я мало сейчас буду снимать, потому что это такой туристический маршрут. Я отдам предпочтение в основном диким местам, где нога человека вступает очень редко. Это уже будет дальше. Я думаю, это третий, четвертый, пятый и последующие дни. Это же пешеводный маршрут. Он окончится сплавом продолжительным, первопроходным, возможно, скорее всего, Малого Абакана. И старт этого водного начала будет примерно в 12 километрах от начала реки. Там, где сливается Чибит и Аньяк, 12 километрами ниже я и поплыву. Итак, 2 часа 20 минут хода от базы и я уже на первом перевале из четырех. Будет четыре перевала. Следующий будет каратошский. Он будет относительно пологий. Гораздо более пологий, чем этот. И вот я прямо сейчас выхожу и сейчас будет видна вся эта долина. Долина моего пути. Так, сейчас подхожу ближе и все подробненько сниму и самому интересно поразбираюсь. Вот здесь такие луга. Травы почти нет. Может, ее кони объели. Я не знаю. Это же все-таки конная тропа. Хрен бы ее знал. Так, 2.20. Медленно иду. Я же сейчас у меня привал еще был. Я же ел инжир. Ох ты, какие виды. Вон он, долина. Вон она, ручья Курукуль, по которой я буду спускаться. Это она. А дальше там сориентируюсь. Возможно, вон то долина каратоша. Здесь дует свежий ветер. Пока он меня не охлаждает особенно. Наверное, я какое-то время сейчас проведу здесь, поразбираюсь, посмотрю. Просто вообще из любопытства. Склоны какие-то кажется пожелтевшими. Ну, неудивительно. Возможно, уже местами были заморозки. А в середине июня 22-го числа, когда я был на маршруте через Агафью Лыкову в этом году, здесь выпадало полтора метра снега. Вот такие вот дела. Вот этот штанги металлические. Все нормально. Сейчас ближе подойду, посмотрю еще. О, никогда не видел столько кедровок. Вон они, во, разлетелись. Все, разлетелись и тут же собрались вот на этих вот кедровых складниках. Вон они носятся. Никогда не видел в одном месте такого скопления их. Не знаю, чтут ли еще эти традиции оставлять здесь записки. А, скорее всего, нет, потому что здесь все в мусоре. Здесь оставляют мусор. Бутылки из-под спирта. Медицинские вам простреленные банки и все такое. Я, конечно же, руку прикладывать к этому ни к чему не буду. Немного сниму со стороны мой рюкзак. Вот так. Внизу привязан пакрафт. Ну, естественно, это же пешеводный маршрут. Какой он еще может быть здесь? Сапоги. И, пожалуйста, вот она, портянка. Одна из них, экспериментальная, которую я снял. Я ее снова надену, скорее всего. Там, казалось, ногу немного натирает. А проблема была в том, что там носок сапога, он там, короче, смеялся. В общем, как обычно. Все. Забавно. Вот это место, где стоит фотоаппарат, вот сейчас, да? Я сфокусировал справа. Здесь деньги лежат. Деньги, конечно же, я брать не буду. Они моих издержек на поездку сюда, на заброску точно не покроют. Спина мокрая. Сейчас спину рюкзака и мою обдует ветер, она высохнет. И все будет нормально. Сейчас я здесь буквально дух перевожу. Я здесь первый раз вообще в этих местах еще никогда не был. Только там, далеко за перевалом, за Абаканами. И по карте здесь все очень очевидно, как пойдет тропа. Тропа идет вот здесь. Она пройдет немного вот по вот этому вот гребешочечку. И где-то, где-то вот здесь, вот здесь, вот там, понад горой, вот под этим пупырем, уже будет идти, скорее всего, по ручью. По ручью и туда, до Талова. Где-то вон там, далеко-далеко, озеро Пазарым. Красиво здесь. Единственное, мне, конечно, не нравятся вот эти гари, горельники. Выгорел лес, весь он здесь засох. Вот, пожалуйста, это хорошо видно. Зато надо полагать, здесь не будет проблем ни с дровами, ни со стоянкой там на ручье. Но, надеюсь, мне это все не понадобится, потому что идти я хотел бы вообще добраться до Пазарыма. Но это сорокет. Плюс там еще сейчас я сколько-то уже еще прошел. Наверное, без шансов. Но идти буду до Талова, до Упора, до Сумерек. Я на это, во всяком случае, надеюсь, пока там что-то меня не вынудит остановиться. Вот и на границах Акасии-ТВ. Очень мало снега в этом году осталось на горах. Все, несколько фоток для Инстаграм. Кстати, там постоянно какие-то приколюхи происходят. Там истории я добавляю, что-нибудь еще. АБВГАТ-777 очень легко найти. Это взгляд в ту сторону, откуда я пришел. Наверное, эти места я увижу уже крайне не скоро. Может быть через две недели, может там через 10 дней. Как получится, в общем, выбраться из-за базы и из финиша маршрута. Как получится добраться до тачки. Вон там, за перевалом Тыва. Все, прощаюсь. Когда-нибудь я побываю в Тыве с удовольствием, между прочим. И наверняка построю еще не один маршрут там. Но пока только здесь. Пока западные Саяны-Хакасии. Но такого я еще никогда не видел. Зрелища, ну так себе. Но красиво. Наверное, половина кедрача здесь сгорела. Ну вот она уже область зоны леса. Кедровый стланник. Прохожу прямо вдоль него, мимо него, хватая руками кедрухи. Они издают кедровый аромат. Все правильно. И вот примерно на уровне 2-2,5 метра, например, растут шишки на кедре. Вот, пожалуйста. До них, наверное, даже можно дотянуться рукой. Но они еще совсем зеленые. Есть их невозможно. Сплошная смола. Карликовая березка, кедрач, редкая лиственница. Тропа идет на спуск. Спускаться мне менее комфортно, чем подниматься. Лес с каждой сотней метров все выше. Даже этот горельник, он тоже стал выше. Тропа тоже становится все сырее и сырее, чем ближе к ручью. Примерно 700 метров и уже будет ручей. Наверное, на него выйдет. Там, наверное, начнутся мотежины. Придется переобувать. Кроссовки такие удобные, классные. На сапоги. Иду три с половиной часа и решил перекусить батоном. А сейчас никуда не спешу. Погода вроде нормальная. Один хрен сегодня до Позорыма уже не дойду. Поэтому присел, бросил рюкзак. В руке батон, камера. Все нормально. Место удобное. Конная тропа. Хрен или здесь не ходить. Конечно, вот такие туристические маршруты. Это совсем лает, совсем другое дело. В кроссовках, пожалуйста, никаких проблем. Ну, хрен или здесь не ходить вот так. Что поймал себя на мысли, почему это горельник. Это же не горельник ни хрена. Но видно, конечно, следы пожара. Но прям такой откровенно сгорелых стволов-то не видно. Да нет, видно. Что, гоню я, короче, ладно. Но это такая страшная красота. Не те склоны все такие же. Порепанные, изрепанные. Везде эти голые останутся стволов. О, кедра здесь какой хороший был все-таки раньше. Вот такой он Курукуль или его приток. Вот такая тропа. Да, конечно, хрен или так в походы не ходить. Я помню, мне кто-то там выпендривался в комментариях. Где там вот пойди, пройди, вот это. Да хер ли здесь не ходить. Тут можно вообще в кроссах идти весь маршрут, в необреновых этих носках и вообще не париться. Это даже тут не тайга, можно сказать. Она не дикая. Не такая дикая, какой должна быть тайга. Ну ладно, это еще только начало. Посмотрим, что дальше будет. Ой, горельники вот эти страшные. Страшно красивые. Здесь что забавно, какие-то новые для меня запахи иногда встречаются. Пока не могу понять, что это так пахнет. Я понял. Очень богатый аромат лиственницы. Вот им так и пахнет. В такой лиственничной тайге, вот именно в ароматной, душистой я никогда не был. Лиственница в плане. Не лиственное деревье, а лиственница. Вот очень тонкий, приятный аромат доносится вот прямо от листвяк. Изучая отчеты, я как раз и наблюдал вот такую Тывинскую тайгу. Лиственница в перемешку с кедром. Это вот на границе с Хакасией, с Кемеровской области, пожалуйста. Вот она здесь такая. Вот я как раз увидел то, что видел раньше в отчетах. То, к чему готовился. Ну как бы вот оно. Интересно попасть в несколько другую среду, нежели в которой я был там не так давно. Разными маршрутами через Агафью Лыкову я ходил. Там была другая тайга. Ещё здесь в разных Саянских местах была точно также другая тайга. Но пока она узнаваема и предсказуема, так её назовём, так скажем. Ну что, наконец-то жимолость пошла. Первые ягоды заметил. Она может и раньше пошла, да заметил я их первый раз. Но вот эти есть не буду. Здесь может что рядом с тропой, здесь и кони ходят, и всё что ещё угодно. Сейчас маленько несколько шагов сделаю. Уверен, там её будет достаточно. Вот оно началось обывыгатство. Я иду по неподготовленным абсолютно участкам в поисках жимолости. Сейчас здесь её, наверное, я надыбаю. Так, это жимолость? Жимолость ягоды почти нет. Какого чёрта, блин? Ну, за новый маршрут. Таёжная жимолость, горькая. Заметил, что здесь нет ни одной поваленной лиственницы. Вот это лиственничная кедровая тайга. Забавно тем, что лиственниц нет упавших и в основном валяются только кедры. Прохожу мимо один из штанов. Я вижу Брундука, он только что убежал. Постоянно нахожу брошенные кепки почему-то. Вот кепка висит, вот, вот кепка. Вон там вообще сапоги женские лежат. С чем это связано? Такое ощущение, что люди либо забывают, либо оставляют, а не какие-то драны ещё при этом, при всём. Забавно, конечно. Иду в сапогах. Воды нет ни хрена, но всё равно приходится идти в сапогах. Не буду же я постоянно переобуваться. Вон там тропа к ручью. Встретил сейчас двух женщин-туристок. Рассказали мне о избе. Примерно сориентировали, как, что найти, получится, не получится. Но она будет ещё до Брода через Ону или Ону. И я бы не хотел становаться так рано. До неё ещё не меньше пятнашки, потому что идти до Брода. Если я где-то раньше застанусь, это вообще не дело. Сейчас так люто ускорился. Девчонки сказали, что будут Броды. 6 Бродов будет перед избой. Ускорился. Думаю, сапоги сниму после Брода. Пожру на Броде что-нибудь. Ускорился адски просто. Градом пот. Брода так и нет. Я к чему, что я бегом бегу, вообще без остановок. Черпаю только воду иногда. Какая здесь поляна, ни хрена. Хороший стан здесь. А, ну это стан. А там ниже ручей. Пойду за водой до ручья схожу, а сам на стане вот здесь в тени посижу, немного переведу дух. Поем ещё один батончик и две конфетки, я могу сегодня съесть. Такой рацион. На стане. Новую кепку купил, прошлое. После агафиного маршрута улетела в реку и утонула. Съел весь запас конфет и батончиков, которые планируются на день. Думаю, что буду есть больше, чем планировал на день, чтобы уменьшать количество продуктов, увеличивать скорость. Вот такой набор носков, сапоги. Три пары. Но зато вроде бы пока нормально идти. Эти обмотки на ноги, портянки не использую пока. Кстати, что заметил, очень холодная вода, её так сложно пить. Вот прям ледяная-ледяная вода. Казалось бы, жаркая, обливаешься потом, но ледяная вода вообще не заходит. Вот так наливаю кружку, пока здесь сижу, хаваю конфеты, чтобы она согрелась. Появилось конкретное желание на стане развести костёр. Собственно, что и сделал. Небольшой костерок, наколупал смолы, растопил её на палочках. Палочки эти поджёг, они даже сырые, прекрасно загорелись. Тут что-то пособирал, что здесь было. Развожу костёр. Думаю, вскипятить воду и заварить кисель. Кисель как раз на той самой воде, которая стоит вот здесь и греется. Всё по-простому. Был заварен обычный походный кисель, который я уже многократно заваривал. Ну, естественно, это нормальная традиция. И быстрая лапша. Ну что, началось. Кислица пошла. Вот она, родимая, прямо на тропе. Пара ягод ещё остались. 27 июля, и вот она, кислица. И первая её проба. Снимаю пробу с первой кислицы в этом году. Зелёную ел она не в... Ооооо, глаза перевожу и ещё кислица. Всё в кислице, кислица, 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 началось обовыгаться. Кислица офигенно зашла, я подошёл ко второму броду. Тут первый второй броды. Если идти сверху, они почти рядом. Ну, практически. Буквально там 2 минуты ходьбы. Халява. Вообще как бы броды здесь ещё. Тут в сапогах вообще без проблем. Не зря я их надел после стана, а не остался в кроссовках. Всё, иду вброд. Пытаюсь уже здесь выглядывать хорюзей. Рыбачить, конечно же, пока я не буду. Я принял решение застановаться сегодня на избе. Надеюсь, там никого не будет. Там был прижим. Вон скала, поэтому тропа ушла на этот берег. Сейчас возвращается. Вообще местная тайга мне нравится. Не знаю, можно ли её назвать тайгой. Это не чернохвойная, это не проглядная буреломная тайга. Это что-то попроще. Во всяком случае, сейчас. Я думаю, что до Каротошского перевала так, наверное, ей и будет. Но пока вообще не ощущаю себя в лесу, не ощущаю дикости. У меня нет какого-то адреналина, как это бывает обычно. И как бы просто дистанция. Дистанция. Ломишь, ломишь, ломишь. Но нормально, нормально. Главное, хорюзей бы сейчас достать, в общем. И до избы дойти, и ром у меня с собой есть, в общем. Значит, показываю. Костёр, да? Кто-то становался. Ну и, соответственно, кто-то обосрался. Обосрал весь лес своим мусором. Вот здесь всё поброшено. Ну, вот как так можно было вообще такое допустить? Туристический район. Туристический. Вот. Нет туризма. Туризм не. Я против туризма. Я против. Местами бывают вот такие скальные уступы. Огромные высоты скала. Красивая, конечно, она. Порода вот эта всё. Совсем не такое, как вот в Верховьях Большого Абакана, например. Прикольно, конечно, сравнить. И запах лиственницы вот этой бодрящий какой-то. Он такой сочный. Никогда не встречал такого. Вот именно конкретно какой-то странный, уникальный свой лиственничный аромат. Здесь вообще сплошная лиственница кругом. Уже даже кедров не замечаю. Брод номер три. Река уже вполне хорюзная. Уверен, что если где-нибудь под скалками поискать ямки, там уже могут быть хорюза. Судя по карте, никаких водопадов ничего такого быть не должно. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Наконец-то это произошло. Я иду. Тут вроде и тайга, вроде не тайга. Вроде и не та. И вроде как бы и лес, и не лес. И кислица есть. И там есть даже жимолость. Всё есть. Мишани нет. Я иду и думаю, всё, куда я вообще попал? Зачем всё это? Для чего мне? Для чего мне сейчас идти здесь пот эти, литры пота тратить, а? А нет! Наконец-то! Наконец-то! Чудесное, сочное и свежее. Мишани на дерьмо. Вот оно прекрасное, навалено здесь, рядом с тропой. Сейчас я его попинаю, чтобы свежесть определить. Нет, оно не сильно свежее. Нет, оно уже немного престарелое дерьмо. Ну, меня это радует. Наконец-то! Я в нормальных местах, можно уже идти покрикивать Мишаню. Почувствовать этот вкус хода. Не знаю, почему настроение не поднялось. Я что-то бьюсь с рюкзаком. Не могу нормально его настроить. Как-то он мне то бедра сильно давит, то плечи. Наверное, это потому, что он всего лишь 36 килограмм, блин. Ну, ладно, я всё, я сейчас рад. Эй, Мишол! Ещё забавно. Сразу, сразу здесь уже буквально в 20-30 метрах стан был. Вот. Костровое место. Всё чудесно. Банки, ладно, портят впечатление о месте. Ничего страшного. Здесь же, вот, пожалуйста, чем не тайга, чем не лес? И Мишани, и всё. Вот она, красавица. Молодая лиственница растёт. Пожалуйста. Ой, лиственничка, красотка. Ну-ка, иди сюда. Какая ты прекрасная. Какие у тебя молодые, сочные ветви. Ух ты какая. Давай-ка я тебя сейчас... Я не знаю, с чем это связано, почему так поднялось настроение. Наверное, просто дошёл кисель, что ли. Так он уже должен был дойти полчаса назад. Я уже валиваю очень долго. И самое забавное только что. Меняя камеры, ракурс камеры, перекладывая руки, я что увидел? Стан какой-то огромный, стан вон там с беседкой. Я надеюсь, это не изба, потому что, ну, я-то ожидаю видеть нормальную полноценную избу. А там вот такое вот чудо-юдо. Всё, перехожу в брод, иду туда. Это ещё не тот самый брод, после которого должен был быть, должна была быть изба. Но здесь такое ощущение, что очень пахнет людьми. Не знаю, с чем это связано. Свежие банкосайры. Вон там из камней какая-то хрена тень настроена. Всё как бы... Всё странно, резко вдруг изменилось. И вот она, эта красавица, молодая лиственница. Короче, это оказалось всё-таки изба. Но чё-то честно сказать, моему взору предстало не очень. Такие зрелища. Сейчас расскажу, почему. На подходе, потому что вот здесь, воняет просто страшно. Куча мухаты, огромные мухи. Такое ощущение, что какие-то помойные. Тут всё, короче, изрыто почему-то. Возможно, кони что-то копали. Я не знаю, здесь какой-то обзейшн видно, да? Всё вскапано, вспахано. То есть, вот такие не сильно привлекательные окрестности. Там всё везде то же самое, то же самое. Вот, собственно, изба. У избы ещё больший обзейшн, так его назовём. Конечно же, помоечка, всё нормально. Тут вот ствол, на нём тут еда. Тут это вот так вот всё разбросано вот здесь. Вот такие вот продукты. Здесь так это всё лежит, как бы прикольно. Но и судя по тому, что здесь огромные просто щели, это уже как бы и не изба вовсе, а балаган. Ну, балаган такой летний. Крыша, например, вот, она вся насквозь. Но, я к чему это, собственно, говорю. Я не буду останавливаться в ней, потому что, да потому что ломить надо. Я столько времени сейчас жопу промял. Вот такая она внутри, я просто показываю. Тут заночевать можно, но зимой-то тут хвостом щёлкнешь. Единственное, почему она ещё цела, эта изба, потому что она сделана из лиственницы. Если бы, как обычно, наши сибирские избушки в Кузнецком-Алатаве, в Тайге, нам бы давно развалилось. Это вот я показываю заплесневелый потолок. То есть абзац, она вся бежит, у неё нет хозяина. Вот. То есть, если бы не листвяк, она бы давно уже сгнила и развалилась. А она ещё стоит дюжит. И здорово, что это так. Наверное, про эту избушку мне говорили эти девчонки, которые шли мне навстречу, хрен бы я его знал. Например, на крышу я заглянул. Тут как бы полный абзац. То есть от рубероида уже давно ничего не осталось. Он истлел, и в избу всё бежит. Но я к тому, что не суперизба. В общем, не надо на неё рассчитывать, идя этим маршрутом в какое-то холодное время года. Ну или спальники должны быть соответствующие. Наверняка накапает. Ещё здесь, что очень странно, воняет звериной кониной. Кониной воняет, скорее всего. Просто сильно-сильно воняет. Обзейшн. Ну и такая изба, такая крыша над головой. Это тоже какой-то, в какой-то степени, кров. Вон там за ней каких-то странных цветов, горы. Странных цветов листвяк. Мох, не мох, там не пойму. Какое-то блеклое всё. Но это всё были горельники, в общем. Такая изба. Не буду на ней останавливаться. Времени сейчас с 20 минут седьмого. Надо ускоряться. Я ещё попытаюсь дойти сегодня до Онны. Изба стоит на таком крутом берегу. Прямо около неё протекает ручей. Вот здесь всё. Мусор как бы. Это вот банк из-под кушонки, например. Ну как бы тут всё засрано. И это, ну, это вина тех, кто здесь бывает. Ещё забавно, что вон, смотрю, сигнал охотника лежит. Опускатель, например, от него. Ну мне он не нужен, мне есть. Кто-то здесь жрал шампанское, например. Вот оставил пробку, допустим, как бы. Мирамистин, например, вот. Какими-то ненадёжными личностями подумаешь. Вот как бы можно и так подумать. Опускатель сигнала охотника, между прочим, вроде бы даже как рабочий. Но, во всяком случае, похож просто в грязи. Короче, прикольно. Здесь пришли, привели сюда тёлку. Побухали. Попускали фейерверки. Наговорили ласковых слов. И Мирамистин. Мирамистин, кстати, в женской версии. Специально для любителей цветов и кузнечиков снимаю эти кадры. Чё-то тропа стала настолько унылой. Идёт вот по таким зарослям сплошняком просто. Заросшая, в чёртой матери, уже ни речки не видно, ни хрена. Употел я, что-то уже запарился сегодня. Время 7 часов. До Устья, до Брода, через Ону. Чё-то около, наверное, 6,5 километров. Надоела вот такая вот тропа. Вот, она вся в зарослях. Просто вот набитая конями, ты идёшь. Всё. Смотришь под ноги, потому что можно навернуться. Ну, как бы понятно, да, она здесь вообще жескач какая она убитая. Ну, как убитая. Туристические тропы такими же не бывают. Такое ощущение, что передо мной люди прошли незадолго. И конь. Свежее дерьмо есть, конинное. Вот такие вот места. Ну, как бы ты идёшь просто почаще этой, в общем, сейчас. Чё-то это чуть ли не первая берёза за весь маршрут. Такой драгоценной бересты я упустить не могу. Я же ради этого рюкзак, в принципе, можно снять, чтобы её забрать. Серьёзно, первая береста. Причём ещё оторванная. Вечером же надо будет как-то костёр хоть разбодяжить. Чё-то это геморрой, всё это без бересты, честно сказать. Смотри-ка, речка набирает силу. Уже более уверенная стала. Уже прям нормальная речка настоящая, небольшая. Где-нибудь вон там, ниже даже могут стоять херюза. Здесь просто брод. Здесь скальный прижим, вон там тропа выходит. Вот такой скальный, вот он. Я присматриваю, где здесь не намочиться пройти. Ну, место уже вроде бы видно. У меня сапоги высокие, хорошо. На этом броду решил навернуть сало с луком, с чесноком, с солью, естественно, перекрученная. Короче, почти сразу около этого брода я решил застановаться. Потому что уже время позднее, я один хрен не успею сегодня до этой самой, до Оны не успею. И нашёл вот такое интересное место. Вот там справа река. Здесь это всё в молодой поросли лиственницы. И здесь, на удивление, мягко ходить. То есть спать здесь будет тоже удобно, комфортно, я так думаю. Итак, была поставлена палатка. Занимаюсь дровами. Одновременно поставлена вода на кашу. Будет ячневая с тушёнкой. А потом будет кисель или компот. Наверное, кисель. Точно не знаю. Закат. Разразился закат. Красивые облака. Было пасмурно. Казалось, что сейчас уже дождь пойдёт. Но нет, всё нормально стало. Стало получше. Тут же из завалов было всё сооружено. Собраны всякие суши на лесины, пихты. Там, кстати, была найдена переправа. Завтра будет по ней осуществлён. Ух, нифига себе, какой закат на лиственницах красный. Прикольно. Короче, лесины, всякий хлам. Сидеть буду вот на этой берёзине и просто вечеровать. Но до вечера ещё далеко, потому что время без 15.9. И ещё ничего не готово. Какие-то звуки сейчас раздались. Мне, наверное, показалось. Эта водичка для зука предназначаться сейчас будет. А зука для того, чтобы ром запить. Потому что что-то сегодня немного я впахался таки. Костёр вон там, видать. И палатка торчит. Макушка её. Эх, блин. Костром ни хрена не позанимаюсь. Пока сейчас тут гоношусь. То кашу, то зука, то палатка. Обязательно. Всё, порядок. Яйца закипела. Первая порция рома уже внутри. Греет горло. Очень хорошо. Так, дискотека ещё не началась. Вон там лежит ром. Вон там лежит колонка. Она ещё не включена, потому что... Ну, потому что рано ещё. Чьи-то ноги торчат из моей палатки. Это нормально. Закат. Я, собственно, начал снимать только из-за заката, из-за этого вида. Вот такой вид. Какие-то красноватые оттенки здесь у этой тайги. Но лиственничная она. Кстати, как она будет красива, когда будет осень и всё это покроется в жёлтый. Переоденется в жёлтый. Здесь же справа костёр горит. Неплохо. Я говорю, ром сразу снимает любую усталость. Всё отлично. Я планировал подсиживать у костра, но так до него ещё и не добрался. Лежащая вот эта бревина уже начинает светить на меня теплом. Она уже покрылась углями. Всё отлично. Вот эта берёза, на которую я должен был подсиживать, она пока пустует. Я планировал выдрать эти ветви, эти стволы, эти прекрасные молодые ёлки ели. Она такая колючая, просто абзац. Реально, к ней не прикоснуться. Она прокалывает пальцы сразу. Тут же это молодая лиственница. Почему я решил здесь встать? Я их беспощадно выдираю. Потому что они стоят прямо на косе, которая заливная. И здесь в следующий год уже буквально всё это нахрен может смыть, например. Да и лиственниц здесь в принципе предостаточно беречь вот эти вот, чтобы поставить палатку, например. Их не обязательно. Я что-то сейчас кисель заварил. Мне тут у костра так хорошо. Я сижу, что-то решил поснимать, что-то думаю. Снимать, не снимать. Ладно, неважно. Полные абадья киселя. Короче, апогей этого вечера. Абюгат сидит у костра с киселём. Он горячий ещё кисель. И хлебает его ложкой. Это, кстати, так отвлекает. Расслабляет, потому что ложкой хлебаешь. Там, я думаю, что о каких-то своих мыслях, идеях. Да хаваю кисель и иду спать. Сверкает гроза. Это зарница называется обычно. Потому что грома не слышно. Просто зарево, всполохи. Времени сейчас половина одиннадцатого. Отличное время, чтобы лечь и спать в походе. Итак, утро. Я уже в сапогах. Но почему в сапогах? Потому что на один из кроссовков, видимо, бежала вода. И как я вчера не старался их сберечь? Кроссовок один. Всё-таки промок. Сейчас я буду ставить его на солнце сушить. Это вообще никуда не годится. Есть ещё небольшая проблема. Дождь был ночью. Ну, я почему говорю, что он промок? А сейчас уже, кажется, получше. Начало небо проявляться. И может ещё и день нормальный будет. Что было сделано первым делом? Был разогрет вчерашний кисель и он пьётся. Забавно, но ночью шёл дождь. Примерно с часу до трёх, а то и до четырёх. Но сейчас уже я вижу вот голубое небо. Встаёт туман. Интересно, неужели не будет сегодня дождя? Ну, странно. И ночью его ничего не предвещало. Хотя у меня были подозрения. Ну, сейчас всё офигеть, какое мокрое. Я снова сейчас буду варить кашу. Наверное, гречку с паштетами. И надо выдвигаться сегодня побыстрее. Надо дойти до озера. До озера позорим. Если я не дойду, то это жопа. Сейчас приготовлю воду. Буду гейнер пить. Потому что я же гейнера с собой взял целый килограмм. Чтобы хавать его, быстро двигаться. Вот, такие дела, блин. Настройки какие-то. После рома всё нормально. Вот с той стороны, откуда я пришёл. Туман по горам ползёт. Там же тоже голубое небо. Всё нормально. Сушится дождевая накидка. Сейчас буду греть воду в кружке, чтобы гейнер этот самый заварить. Нормально. Погода, может быть, будет хорошая. Но утром всегда так. А вот к вечеру начинается жопа. Итак, сейчас все качки должны ставить лайки. Подписываться, радоваться. Что вот, вот что происходит. Обувыгат какие-то гейнеры ест там. Это всё забавно. Ладно, буду пробовать размешать его нормально. И чтобы он был потребный. Может быть, шейкер ещё взять надо было? Ага. Конечно, не ром, но пить можно. Завтрак получается крайне плотным. Это кисель, гейнер, чай. Обувыгатская тушёнка, кстати. Вот она. 360 грамм. Вот я её подписал, потому что она бывает ещё в меньшей фасовке. И гречка. Вот так. В этот раз я достаточно долго просыпался. Потому что снова встать пораньше. И наконец-то всё это опять закрутится. Этот ход, это вламывание. Так этого не хотелось. Короче, хотелось подольше отсрочить вот это вот лежание. Потому что я знал, что как я только встаю, я уже как-то об этом рассказывал. Как только я проснулся, открыл глаза, вышел из палатки. Всё, началось. Началось рубилово. Пошло-поехало. Поэтому я подольше стараюсь побатонить иногда. Итак, вот она одна из лучших ед в походе готова. Обувыгатская тушёнка, гречка, чай. Всё нормально. Погода пока неплохая. Палатка уже наполовину разобрана. Процесс идёт. Короче, было решено. Поскольку очень мокрая трава, роса, весь лес мокрый после дождя. Я пойду во флисовых портянках. Вот. Сейчас их намотаю. Надену ещё поверх флисовый носок, чтобы сапог не болтался. Размер такой сапога, что он свободен. Всё, наматываю. Одна нога замотана. Итак, лагерь собран. Всё упаковано. Я выдвигаюсь без 15.10. Это своеобразный рекорд. Без 15.10. Так рано я ещё никогда не выходил. Выходил в 10, в 11. Со мной не так рано. Традиционно поставлена точка на месте ночёвки в навигаторе. Это место я обязательно посмотрю потом со спутника, как оно выглядело, где оно было на карте и всё такое. Добродо через Ону в сторону Пазарым около 6 километров. Думаю, примерно так. Какой сырой лес. Вот, вот, вот. Бежит. Всё, бежит. Вон, бежит. Не уверен, что в фокусе, блин, может быть, не было видно. Но лес абсолютно мокрый. Вон, искрятся капли. Совершенно мокрый лес после дождя. А поэтому лучше вечером всегда идти подольше, подольше. А вот утром он, когда роса или вдруг после дождевое что-то, чтобы он успел подсохнуть более или менее. Я уже давно к этому пришёл. Ну, стараюсь так и делать. Кстати, сейчас хорошо как раз показывать ту растительность, которая особенно задерживает на себе влагу. Задерживает на себе капли. Вот это ива, например. А точно так же жимолость себя ведёт. На ней, к ней всё прилипает. Прилипает вода. И вот стоит коснуться 10 таких кустов, а они всегда встречаются каждые там 10-20 секунд. И ты будешь полностью мокрый. Ну и вон она, пожалуйста, листринца. Она точно такая же мокрющая. Короче, выходить надо попозже. Если бы, кстати, был ветер, всё это бы сдуло и было уже по суше. Выход состоялся. И сразу же я иду вброд. Но не вброд по воде, а вброд по бревну. Это бревно я ещё вчера присмотрел. Оно может быть очень скользким, кстати. Может быть, ну и нахрен эти эксперименты и приколы. Может быть, залезть на берег. Но он здесь крутой, а с тяжёлым рюкзаком неудобно это делать. Ох ты ёптать, можно убиться, убраться. Опа-опа-опа. Да. Так сразу-то это и не сделаешь. Хоть какая-то палка небольшая для поддержки, так скажем. Третья точка опоры, мать её. Опа! Есть. Вот она как помогла. Она чуть-чуть придаёт уверенности. На неё не надо опираться. Ничего этого не нужно. Просто немного фиксировать ей своё положение. Но это обзейшн, конечно. Начало хорошее. Так его назовём. Всё, а здесь я уже хватаюсь просто за кусты. А к рюкзаку сразу на старте ведь не привык ещё. Воу-воу-воу. Качает из стороны в сторону и мотыляет. Нормально. Всё, здесь буквально три шага надо сделать и за это время постараться не упасть. Поэтому так раз, два, три. Всё, я на месте. Я на этом берегу. Здесь солнце уже с жимолости воду испарило. Всё, полез в кусты искать тропу. Она идёт где-то по тому берегу. Буквально вот же она. Сразу же. Ну вот и всё. Всё, сегодня здесь никого не было. Ну вот, наконец-то эта речка стала показывать вот такие свои косы. Огромные косы. А это уже такой признак нормальной реки, устоявшейся. Здоровые косы вот эти. Вот она, эта коса. А это не просто коса, это оказывается устье какого-то ручья. Это прямо самое натуральное устье, но он почему-то пересохший. Нет вообще воды. На карте я потом посмотрю, что это за место ниже моей ночёвки. Что это за приток. Он, наверное, на карте обозначен пунктиром. Всё, иду дальше и выхожу на тропу. Судя по всему, чем я ближе к категорийной Оне, тем больше на этой реке будет вот таких мест. Прикольные, шиверистые. Видно уже уклон реки. Первые сеноставки пошли в Курмах. До Оны где-то километра три, наверное. Я без навигатора сейчас уже иду второй день практически. Сеноставки запищали, это радует. Это значит, что нормальная тайга на подходе. Итак, через час двадцать я вышел в долину Оны. Вот она бурная, прикольная, категорийная река. Только что я прошёл с плавщиков, они надували свои катамараны. Далее я иду тропой вдоль реки до следующего распадка, который будет с левой стороны. И ищу брод. Но вроде бы здесь она совсем не особо-то глубокая. То есть маленькая вода. Ночной дождь никак на ней не отразился. Иду для себя фиксирую, что вот тут, например, хреновенько её переходить. Думаю, что там будет какой-то такой общественный брод. И там должно быть поудобнее. Но я иду и присматриваю одновременно шест. Прохожу первые в этом году грибы. Я, конечно же, в них не разбираюсь, потому что мне не надо. Я же всё время это объясняю, что есть грибы, это вообще бесполезное занятие. Они не перевариваются и выходят в первозданном виде из человека. Зачем тратить на них ресурс, особенно в условиях похода, когда надо его экономить. Нашел вот такую интересную закладку. Кто-то сохранил здесь профлист, доски в каком-то количестве небольшом. Интересно, здесь бы не помешал болок. Избушка бы не помешала. Вот бы узнать вообще, что здесь, как. А то, может, правда, кто построит, чего хотел. Тут круто бы было. Я вчера до сюда точно дошёл. И здесь бы в избушке застановался. Вообще для туризма это необходимо. Здесь иметь избушку. И когда я буду министром туризма или там кем-то более значимым, здесь будет однозначно качественный туристический болок. Здесь будет жить сторож. Тут будет всё цивильно и классно. Так, как в развитых странах и вообще, как по-уму. И слепец грызёт мне палец. Вот он, сука. Вон там скала. Это уже скала символизирует долину Каратоша, по которому я начну подниматься вверх. Вот такая стоянка здесь огромная. Подготовленная. Там и кострище, и удобные места для сидения, и всё такое. Здесь и тусуются сплавщики, и все те, кто идут, например, на Пазарым. Воды совсем мало. Я буду переходить её без шеста. Даже заморачиваться не буду. Видно выход тропы на ту сторону. Захаваю шоколадку прямо тут на стане и в сапогах перехожу. Кстати, надо много чего просушить. Кроссовки же до сих пор сырые. И правый ботинок, правый сапог. Надо высушить портянку. Что примечательно, портянка не развалилась и не подвела. Ну, у меня, правда, ещё носок был сверху. Я уже говорил, для дополнительного объёма. Переходить буду в сапогах босиком. Ещё в сапогах у меня ортопедические стельки. Возможно, только поэтому я смог в них вчера столько пройти. То есть они жёсткие, здесь всё как надо. Эргономичные, в общем, стали вдруг сапоги с этими стельками. Сейчас подогрею воду на горелке, на гейнер. Может быть, ещё сверху шоколадку закину. 12 часов времени, я жопу умну, нормально. Вот это туризм. Вот это прикольно. Вот бы сейчас заброситься на каратош или ещё куда повыше. Поговорил с ребятами. Стоит оттуда, откуда я иду, с трассы, до сюда 15 тысяч конь. Короче, я сэкономил 15 косарей. Я сам себе конь, нормально, да? Ладно, совсем немного помял жопу, иду в брод. На голую ногу, сапоги, закасал. Взял вот такой шест, чуть ниже моего роста. Для того, чтобы там, на следующем броду, может быть, он мне поможет. Уже после брода. Это первая в этом походе брусника. Она уже наливается, розовеет. Есть её пока не буду, потому что я пытаюсь спешить. До кордона, до каратоши, где я мог бы переночевать, 18 километров. Вот такой гриб. Ну, рвать я его, конечно же, не буду. Понятия не имею, как называется. Я уже об этом, обо всём рассказывал. Грибы – это не моё. Тропа здесь просто отличного качества. Она не так сильно убита конями. Возможно, они вообще здесь не ходят. Нет, ну, есть иногда копытные следы. Ну, кажется, она более быстрая, однозначно. Но стоило терпеть сутки, ходовой день, чтобы дойти до такой тропы. Вот такая здесь дурнина. Вот тут брод был бы намного интереснее. Правда, снимать надо было бы с квадрокоптера, для того, чтобы потом ещё лететь за уплывающим бродменом. Вот такая дурнина. По пути, пока перевожу дух, снимаю офигенно качественный стан. Там вон кто-то оставил кусок хлеба, и даже бересты кусок лежит. Вчера я бересту какое-то время тащил с собой, чтобы разжечь и костёр вот этот мой вечерний, за которым я ни хрена не посидел. Здесь очень приятная река, спокойная. Вот здесь хорюзочков ловить, думаю, в самый раз. Не плёс, конечно, но глубоко. Ну, короче, клёвое место, красиво здесь. Но очень далеко, долгая и дорогая заброска. Потом вот эта скучная, унылая вчерашняя пешка. Это всё останавливает. Ну, ладно. Всё, что я вынесу из этого похода, мне будет известно уже по его завершению. А я и не заметил, как уже отошла на второй план лиственница. Появился кедрач, пихтач. И вот эти кадры просто обалденные. Сейчас солнце подсело, хорошие такие цвета стали. Вот, вот сейчас особенно. Такое здесь спокойное место, река такая клёвая, брод здесь был бы спокойный. Вон там эта дурнинка немного. И мох вот этот сочный. Классно. Не знаю, что-то настроение поднялось. Может быть, только сейчас дошёл гейнер. Хрен бы его знал. Во, вот сейчас я прохожу в этом бархатном месте, что только что показывал. Да, тут очень хариусные места. Но я не буду, конечно же, сейчас на это время тратить. Это вообще не для меня пока. У меня ещё будет продолжительный период. Я надеюсь, в пару дней, когда я смогу себе позволить полноценную рыбалку, качественную. Потому что жратва уже будет на исходе и всё такое. А тут не надо иллюзий питать, что здесь ровно и халява. Вон в сторону или шаг в сторону начинаются горы и бурелом. Вот они, наступают. Те самые саяны, которые я знаю. Это вот такой сочный брусничник. И поля его. Вот, поля. Поля брусники. Этот запах, когда подавишь её, резко начинает брусникой пахнуть. Вообще здорово. И вот это меня и ждёт по завершению этого водораздела. Когда я буду уходить уже на притоке Малого Абакана, на Изерлу, там будет точно так же, только добавятся ещё тонны мха. И склоны круче станут. В общем, помимо брусники, кислицы и жимолости, что я уже показывал, встретил на маршруте чёрную смородину. Есть её, конечно же, не буду, потому что пытаюсь спешить. Через пару часов, думаю, сделать перевал с лёгким обедом каким-то. А каратош неплох на вкус. Мне ещё показалось на броде, что он не холодный. Так и есть, вода не холодная. Там у ручьё, по которому я спускался с перевала, он сильно холоднее был, он ледяной был. Слышу адский шум воды. Причём это не каратош, это какой-то его приток. Абзейшн просто там вода дурнина. Сейчас посмотрим. О, узнаю! Саянские наши реки, притоки всяких больших и малых Абаканов, и Зерл, и всего такого. Вот она дурнина! Вот это уже по красоте, а не то, что я вчера шёл, унылое зрелище. Во! Вот такое кайфово бродить! К сожалению, есть целая двойная лисина, и можно по ней перейти. Не так это, оказывается, уже и сложно будет сделать. Но можно пойти по ординарной лисине. Я думаю, выживальщики по сладости это продемонстрировали. Иногда, когда есть настроение и желание, вот эти обратные кадры дополнительно просто на халяву достаются. Вот, обратно пошёл и снял на фоне дурнины себя. Неплохо, да? О, огонь вообще! О, Саяны! Вот они, Саяны! А не то, где я был вчера. Вот они! Западные Саяны! Ёпта! Нормально! Что-то настроение поднялось, не знаю почему. Скользкие брёвна! Обзейшн! Если Саяны, то это и змеи. Не успел я её снять. Вот она ползёт. Видно, как трава расходится. Убегает змеючка. Небольшая, маленькая гадюка совсем. У Агафи-Лыковой, кстати, в этом году я видел две огромные толстые змеины. Снять их не снял. Если бы не эта сочная, красивая, свежая кора, на стане мне бы пришлось тратить газ. А так, забацаю по-быстрому костерок. Сэкономлю. Забавно, раньше не замечал. Вокруг муравейника жёлтая трава. Муравьи кислотой обдают травой. Она, видимо, погибает. Ну или вроде того. Просто интересный факт. Копилку ягод, что я здесь встречаю, добавилась и малина. Её, конечно, здесь мало. Но полакомиться и вспомнить её вкус можно. Этого достаточно. Иду, наверное, с последний час уже подыскиваю место, так скажем. Ну, даже если было бы место, я бы, наверное, не встал. Ещё, ещё потянуть охота. Но сейчас уже точно всё. Уже что-то начинает в глаза. Глаза в кучу собираются. Короче, надо перекусить. У меня же инжир ещё есть. Инжир, батончики ещё. Лимит не съеден, кстати. Один батончик и две конфеты остались на сегодня. Ещё не учтёнки, целая шоколадка есть. Наверное, пришло их время. Я нашёл какое-то нереальное место. Реально. Вон там я показывал малину только что. Вот здесь жимолость. Вот жимолость, да. Здесь же вот смородина. Ем её уже 10 минут. А вот здесь кислится. Вот. Вот она. Вот, пожалуйста, кислится. Это абзац какой-то. Ем её тут прилип. Всё, не отлипнуть реально. Смородины больше всего, и собирать её легче всего. Да она и вкусная. Ожимолость горчит. А, ты кислая, классная. Короче, здесь же, где ел ягоду, ручей. Достаточно мутный, кстати, почему-то. Решил застановаться. Быстренько сейчас сбацаю воды. Что-то закипячу, что-то заварю. Ну, еда какая-то есть была. У меня какой-то план. Всё, начинаю шевелиться. Место здесь, правда, не очень для кострища. Пожароопасное. Надо будет залить. Благо ручей, вот он. Вот, вот течёт. Начну, пожалуй, с мелких, толких палок и веток лиственницы. Они нормально заберутся. Быстро. Не зря всё-таки я бересту подобрал. Правда, здесь тоже вон рядом берёзы. Может быть, с неё можно было бы чего-нибудь наколупать. Но тут такие места с березняком какая-то засада. Мало его здесь. Так, дальше погнали. Вот если бы такого настроя для котелка здесь не было, я, возможно, это место прошёл бы мимо. А так, я прикинул, оно подходит идеально под размер моего котла. Чего-то подустал сегодня я уже. Подустал. Ну, сейчас нормально похавать и всё ок. Рюкзак просто слишком тяжёлый, кажется. Кипяток уже давно готов. Быстрая лапша и сало. Вот столько осталось после вчерашнего его поедания. У меня есть ещё одна такая же целая баночка. Четыре часа времени. Я только перекусил. Шёл дождь. Я ещё тентом накинулся. Посидел, короче, минут 10-15. Кучу времени убил. Четыре часа. Мне надо ещё пройти не меньше тринашки. Ну, думаю, километров 15 реально. Всё, надо ускоряться. Я сейчас буду уже идти до Блевод и пока не упаду. Но сегодня надо прийти на кордон по Зарым и там уже остановаться, потому что с завтрашнего обеда два дня будут идти дожди. И я, возможно, буду их там и пережидать. Ну, если меня пустят, конечно. Хреново очень то, что та туча только что прошла, которая была дождевая, меня поливала. И кажется, будто бы идёт ещё одна. Это уже плевать. Я буду промокать. Буду идти уже до упора. Всё. Очередной брод по бревну. Такой он здесь непростой. Бревно одиночное. Как одиночные походы бывают. Так же вот бревно одиночное. Тут ещё к нему подойти надо. Всё, скользит. Вот так вот рухнул. Отлично. Ветки посыпались, пожалуйста. Это нормально. Да, ещё ноги в грязи. В грязи, в глине. О, загреметь вообще изи. Изи. Ладно, что? А может ничего? Может нормально? Может нормально? Ну, оп, вот так. Фух. Там было мелко в одном месте, но быстро. Опа-опа. Можно было не перейти. Ну, набрать сапоги. В смысле? Я, наверное, сейчас полностью красного цвета, потому что я ломлю как только могу. Набрал воду. Наконец-то тропа к реке подошла. Третью кружку пью. И почему я говорил, что саяны, да? Саяны. Потому что дикий кружевник вон он. И даже ягоды вон там есть. Они наливаются. По маршруту Гагафи-Лыковой в прошлом году я также наткнулся на дикий кружевник. Впервые увидел его в тайге. До этого встречал только в степях. Вот так идет тропа. Косогорчиком небольшим. Вот так. Ну, это буквально несколько десятков метров она будет такой. И идет дождь. Дождь идет не сильный. Останавливаться я не буду. Там дальние горы. Видно, что они в пелене дождя. 10 километров до кордона на Пазарыме. Последний инжир доедаю. Честно сказать, силы почти полностью покинули. Во всяком случае, не до съемок. Я вот так вот задираю камеру. О, замигала батарейка. Только не это. Придется рюкзак снимать, заново надевать, искать батарейку. Такие скалища. О. Красиво. Давно просто не шла тропа. Такими живописными местами. В основном лес. Не видно ни черта. Опять листвяк пошел сплошной. Снова Тувинская тайга началась. Такие дела. 9,4 километра напрямую до кордона. Думаю, это обман. Будет не меньше 12. Это скальное чудо продолжается и дальше. Очень красиво. Я сейчас подумал, что когда-нибудь я приду к альпинизму. Такие. Я уже когда-то это где-то произносил. И, возможно, мне понадобится перелезти именно через эту гору. И продолжить маршрут. Это не точно. Вон там какая особь прикольная. Ручьи размывали и размывали. А потом сейчас полгоры сошло, наверное. Но это опять же не точно. Такая тропа. О, зашибись. Ручей. Я прям иду уже от жажды помираю. Река не так далеко. Но все равно подходить к ней, чтобы напиться. Спускаться там, корящиться. Там же еще и берега неровные. Никакого желания нет. А здесь? Прям из-под ног черпай и пей. Как хорошо. Я еще умываюсь же постоянно из реки, из ручья. Из каждого. Соли столько на лице, что не один килограмм кариуза можно засолить. Ладно, отцепляю кружку. Ну, будем. Не сильно холодная, нормально. Эти скалы мне напоминают скалы в окрестностях Соралы. Эти скалы мне напоминают скалы в окрестностях Соралы. Какие-то вот эти родные цвета. Но только совсем, конечно, другого масштаба. Боюсь не успеть сегодня. 8,5 километров до кордона. Думаю, если силы еще будут, буду идти в темноте. За два дня в легкую дойти, в принципе. Не будет рюкзак весом 36 килограмм. И на ногах нормальная легкая обувь, комфортная. Такие дела. Но, к сожалению, мне продолжать маршрут еще дальше. И там уже без сапог просто не обойтись. Было бы. Ну, наконец-то. Наконец-то. Наконец-то уж нормальный, явный, четкий след мешания. Ну, ну сколько можно уже идти? 7,5 километров остается до кордона. Ну, хоть мешания начались. Уже как-то не так тоскливо. Охренеть. Делаю несколько шагов с мыслями об избе. Думаю, да, если бы сейчас была изба, я бы стананулся. Вот изба. Это просто абзац какой-то. Серьезно. Иду и только-только задумался об избе. Вот, здесь вот такой подъемчик. Бугорок. Не видно из-за него. Думаю, вот, сейчас бы избу, я бы не упирался, наверное. Я не упирался бы. Изба. Есть проблема. Завтра с обеда на два дня зарядят дожди. И если я каратош не перейду, дожди ливанут, может, ночью уже ливанут. Я потом вообще его не перейду, я здесь торчать буду. А мне надо туда, на Позарымскую эту базу. Ну, то ли дело на ней становаться, там и изба даже, там изба, как бы, может баня есть. А тут вот говно, например, конское. Это переходная, может, избушка. Ну, она что-то жесткая, короче. Она, походу, жесткая. А вон там какой вид, и реки сразу. У-у-у, ёптать, классно. Ну, у-у, Аян. Пивас. Я тут какой-то подписчик писал, что Аян не тот уже. Да слушай, чувак, не пей ты это фуфло. Пей ты ром, ёптать. Фу. Что, неужели кто-то тащил с собой бутылки, они вообще спятили, что ли? Вон оно, что здесь. Ладно, первым делом изба, скидываю рюкзак, естественно, первым делом иду смотреть избу. Батарейку только заменю. Сейчас присел и понял, что стопы офигели, просто конец. А так, так можно продолжать. Да и так можно продолжать. Ох, ё-моё, нифига себе прикол. Без рюкзака вообще не могу нормально идти. Ощущение, что кто-то пытался сделать подкоп под избу. Но это ладно, главное, это сейчас этого никто не делает. Открываем избу, а тут жескач, ёптать. Да это балаган, это балаган просто... Меня услышали, конечно, кто-то там наверху, что избу бы, сейчас бы, да? Но тут так, понятно как бы всё. Жескач, вообще жескач полный. И ещё так стрёмно, так, блин, так стрёмно, что вот эти вот таблички такие. Внимание, заказник по зарым, всё так серьёзно, уровень так классно, как бы, да? Тут, бац, вот это же скач. Ну, не знаю, конечно. Лучше бы, мне кажется, не было либо этого, либо вот этого. Ладно, хрен с этим. Дальше валить надо. Там уже тучи дождевые, кажется, подходят. Забавно, что я никак не могу победить то, что мне трёт подошву в одном месте. Я уже эликопластырь приклеил, и уже портянки несколько раз по-разному перематывал. Всё бестолку. Трёт подошву, и всё, хоть ты тресни. Там ровно, всё нормально. Такое ощущение, что там когда-то был мусор, и в итоге это всё пришло к тому, что что-то там набило мне. То ли потому, что у нас сыр... О, дерьмовый эликопластырь. А стоил просто как самолёт. Что заметил, температура сильно падает вечером. Холодает ощутимо. Вот уже в одной энцефалитке некомфортно. Только если суетиться, активно что-то делать, а то я вчера оделся уже, ну, когда остановался. Ладно, ускоряюсь. Меня тропа привела к броду. Но там что-то вообще нереально, по-моему, переходить. Там конный брод 100%, но я что-то зассал. Поэтому я пошёл выше посмотреть. Тот трек, что у меня есть, он там повыше. Там почему я зассал? Там такая шивера начинается. Там сливаются две стремнины, и начинается такая шивера. Там если не удержусь, всё, кранты, уже точно не найду ни рюкзак, никогда ничего. И меня, скорее всего, не найдут. Вот тут сучок лиственничный выломал. Иду выше смотрю, а вон там прямо тропа уходит вверх, видно. Здесь трек у меня ещё показывает, что в 400 метрах отсюда был брод. Ну, бродили реку в смысле. Короче, хожу, разбираюсь здесь. Есть какая-то альтернативная тропа. Возможно, там есть дальше брод. Здесь видно, она пропилена, но очень плохо кожаная. А там дальше начнутся скальные прижимы реки, и идти точно будет невозможно. И тот самый старый трек многолетней давности, который у меня есть, показывает, что там люди переходили реку. Поэтому я думаю сейчас пойти всё же этой тропой до того места прямо по треку и попробовать забродить реку там. Если не получится, ну, буду уже её конкретно идти читать, где на покрафте можно перебраться. По ощущению, вода немного, может быть, сыграла. Но там сильно глубоко. Там что-то жёстко. Там жёстко, если сорвёт, то унесёт. Нет-нет, уже я устал, уже я немного туплю, координация хуже. Нет. Если только застановаться и завтра пойти. Но завтра могут за ночь дожди и реку изменить до неузнаваемости. Пройду и рискну сейчас метров 400 здесь. Обзац. Такое ощущение, что река вообще превратилась в какую-то даже не реку, я не знаю. Там мясорубка, если туда попадёшь, везде. Там ещё и рукав один. Дождик начал, кажется, моросить. Обзац. Конечно, это я с уступа снимаю, высокий уступ здесь. Иду какой-то этой старой тропой. Почему-то верю в неё. Там конники, наверное, проторили, что получше для себя. Замечаю, который раз уже по этой тропе. Кто-то шёл здесь, кто-то тоже пошёл. Кто-то засцал. Но я не знаю, тут... Ну, я не знаю, так нельзя, наверное, сказать. Потому что тут как бы просто есть здравый смысл, стоит ли рисковать или нет. Я посчитал, что нет. Но у меня достаточно богатый опыт Бродов. И не сейчас. Поэтому пробую альтернативу. Ну, времени, конечно, уже не осталось совершенно. А может быть, отошёл медведь. Но я ни разу не видел, чтобы он так за собой... О, стоянка! Пожалуйста! Вот! Отлично! Я на верном пути. В конце концов, застановаться никогда будет не поздно здесь. Хорошо-то как там. Короче, до ком у меня жизнь не готовила. Думаю, сделать следующим образом. Тут тоже обзейшин полный. А всё ещё хлеще, чем там внизу, по-моему. Значит, показываю. Вот такой ширины стремнина. Везде большая вода. Есть центральная протока, особенно бурная. По центру русла. Выше тоже не вариант. Звери, знаю, здесь переходят. Следы сюда привели. Там ниже сразу вон, что происходит. То есть, если срываешься, уносишься нахрен. Мне бы верёвку хотя бы. Я бы ей привязался, чтобы меня там помотало. Но я мог как-то по ней потом хотя бы выбраться. Но это уже серьёзнее, наверное, мероприятие. Так. Короче, что я решил? Не пойду я сейчас никуда, потому что, во-первых, а, не уверен в своих силах, хотя бы потому, что я утомлён. Ну, крайне утомлён. Я сегодня прошёл очень много. Не знаю, сколько позже. Наверное, сейчас загорелась цифра. Примерно километража. Поэтому я сейчас иду становаться на этот чудесный стан. А с утра всё грамотно и качественно упакую в гермомешки. Всё будет по уму. И пойду уже этот брод. Ну, либо вернусь на тот. Скорее всего, этот. Надеюсь, за ночь дождей не будет и вода хотя бы не сыграет. Потому что, если она ещё поднимется, ну всё, это вообще туши свет. Тогда я точно здесь посидею. Я уже шест один подыскал себе. Сейчас ещё один проверю. Может быть, он будет получше. Переходить, конечно же, буду однозначно только шестом. По всем правилам камеру в этот раз оставить я, конечно же, не смогу на том берегу. Потому что это слишком дорогого будет стоить. А на стане сейчас работы много. Надо дрова собирать. Что-то уже зажечь. Палатку ставить. Жратву первым делом надо поставить вариться. Пока что, даже не знаю, что буду есть. Как-то вроде даже и не голоден, что ли. Ладно, теперь я буду спать и утром с мыслями только о броде. Тут везде тропы во все стороны отходят. С чем это может быть связано? Перекрёстки целые. Перекрёстки и перекрёстки троп. Просто абзац. Сто лет такого не видел. Это всё козье. Вон козье дерьмо. Или моралы. Мне, конечно, не очень охота рядом с моралами ночевать. Да просто. Ай, ёбрёте. Просто неохота и всё. Однако портянки, кажется, не уберегли меня от мозолей. Возможно, дело не в них. Поэтому я иду мыть ноги, чтобы бактериальную, так скажем, флору всю смыть, в общем, с ног. И новые носки на ночь надеть, короче, чтобы там всё подзаживало. А ляпка носится. Вот здесь я уже был. Вот эти боделины я приготовил. Вот эти сучья лиственничные, чтобы их в костёрчик, короче, замутить. Так, сейчас где-то я вот здесь присяду на камушек и как-то так уютно помоюсь. Ага, вот здесь. Сижу тут где-то в богом забытом месте. Мою ноги. Уже разделся, разулся. И что-то так хорошо сейчас стало. Вот именно сейчас почему-то. Не знаю. Просто так хорошо, серьёзно. Голодный, голодный, но есть не хочется. Мозоли, да вроде в порядке. И так сейчас хочется что-то залечить тонкое. Но вон, кстати, луна взошла. Камера эта её наверняка не выхватит. Туристический маршрут. Серьёзный, интересный. Завтра, надеюсь, начну пережидать дожди в нормальном здесь месте. В уютном, в цивильном. Ноги вот мои, блин, все вон они размокли. Потому что сыро было всю дорогу. То роса бежала, то ещё что-то. Нормально, в общем, всё. Что-то хорошо как-то, говорю, не знаю с чем-то. Я не пил ещё, нет. Итак, костёр уже тоже разведённый. На огне еда. Но я увидел, как луна проходит вскользь гору. И не смог просто это не снять. Да, конечно, засветка адская просто. Ну, неважно. Просто очень красиво. Вот она, Сибирская тайга. Так, значит, разбирается постепенно рюкзак. Буду варить макароны. Точнее, их уже варю. Они уже на огне. И надо срочно их немного убавить, потому что они уже убегают. Итак, варятся макароны. Употребляться они будут с кетчупом, который, естественно, у меня есть. Я принёс его с собой. Всё нормально. Также был разведён вот такой костёр, кострища. Сначала нихрена не загоралась. Потом я свалил сюда все сучьи, какие только можно было, чтобы добиться нормальных полноценных углей. И вот процесс пошёл. Значит, эти все сырые вещи, когда он прогорит посильнее, я буду сушить. Также была установлена палатка. Она вся сырая, мокрющая. Я и тентом сегодня пользовался. Думаю, что надо бы и тент установить. Потому что если утром будет дождь, то я хотя бы под тентом смогу потом собираться. Как-то более или менее ганашиться. Взял зелень, петрушка, укроп. Пока ни разу ими не пользовался. Думаю, в их буду добавлять. А возможно и в макароны сейчас. Из чего будет состоять мой ужин? Это макароны. Это кетчуп, который я ещё не достал. И паштет. А также разведённый напиток Юпи для кое-каких задач. А вот эта жидкость в бутылке. Я не скажу, что за жидкость в общем. Всё нормально, ужинаю. Между прочим, я ещё за весь вечер ни разу не присел. Я не вижу, правда, куда снимаю. Всё нормально. Наконец-то ужин, наконец-то вечерую. Наконец-то нормальная ночь. Кстати, абсолютно разъяснилось. Такое ощущение, что облаков вообще нет. И даже не верится, что завтра с обеда начнутся адские дожди. И будет просто жопа. Ладно, хаваю. Вот уже появился и кетчуп здесь. Вот он. Если я когда-то говорил, что я ел самую вкусную еду на земле в походе, я ошибался. Самая вкусная вот. И это я даже ещё паштет не открыл. Я решил сварить уху из голов, а рыбу пойманную только что пожарить. Итак, я вроде бы преодолел все эти долбаные буреломы, и заломы, и услышал шум, иду на шум. Мишо, ёпты, давай, 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 давай. Это первое утро на избе в жопе мира. Я попадаю в самое пекло несколько раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!